В хуторе Баранниковском протокского сельского поселения состоялось торжественное открытие первенства муниципального образования «Славянский район» по футболу среди любительских команд 2014 года. В соревновании приняли участие команды нескольких сельских поселений района. Кто оказался лидером, узнавали наши корреспонденты. Спорт – это жизнь! Добьемся победы! Команда, держись! В первом туре встретились команды «Кубань» протокского сельского поселения и «Колос» петровского сельского поселения. До открытия первенства по футболу перед входом на стадион всех гостей встречал этнический казачий курень. На открытии присутствовал председатель Совета муниципального образования «Славянский район» Григорий Литовко. Он пожелал командам удачи. Дорогие друзья, и сегодня же на нашем стадионе, я думаю, что пройдет великолепный матч между футбольным клубом «Кубань» и объединенными командами черноярковского поселения и петровского поселения. Я думаю, что мы увидим очень красивый футбол и пусть победит сильнейший. Всего в первенстве по футболу приняли участие 9 команд из поселений и города Славянска на Кубани. Спортсмены встретятся на футбольном поле еще не раз. Игровые дни будут проходить по пятницам в два круга. То есть команды будут играть друг с другом на своем поле и на чужом до сентября. По словам заместителя директора детской юношеской школы протокского сельского поселения Юрия Сыч, это только начало сезона. Поэтому преждевременных прогнозов делать не стоит. Сейчас говорить о каких-то результатах понятно, что рано. Цыплят, как говорят, считают по осени. Поэтому у нас в футболе говорят, что очки считают по осени. Команда, набравшая наибольшее количество очков, станет победителем. По количеству набранных очков распределятся места с первого по девятое. В ходе игры участники команды «Кубань» протокского сельского поселения забили один гол соперником. Василий Васильков – участник команды «Колос» петровского сельского поселения. Конечно, расстроился, что его команда пропустила гол. Но он считает, что это только начало, и унывать не стоит. Ведь впереди еще второй тайм. Во втором тайме, надеюсь, добавим в игре. Моменты есть, игра нормальная. 1-0 – это не счет. Более в гостях. Команда хорошая. Соперник у команды. Поэтому сейчас соберемся, забьем. Надеюсь, не один. Но, к сожалению, у команды «Колос» отыграться так и не получилось. По результатам игры победила команда «Кубань» со счетом 2-0. Но у петровчан еще будет возможность взять реванш. Следующий тур состоится на их территории в следующую пятницу. Играть они будут против команды «Олимп» – анастасиевского сельского поселения. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».